аспектах и специфики реализации различных функций в системе вкс от компании я линк сегодня я расскажу следующее про требования для работы системами вкс я надеюсь что все присутствующие имеют мало-мальский опыт работы но если такого опыта не имеется то требования будут очень кстати но для тех кто уже сталкивался не лишним будет напомнить далее я расположу расскажу про расположение и подключение элементов вкс сделаю описание компонентов и расскажу как происходит демонстрация и использование системы и самом конце приведу пример использования как можно развернуть и какие схемы можно реализовать с помощью вкс системы от компании я линк итак требования для работы вкс ну прежде всего надо оценить помещение все-таки помещение если она будет пустым при этом довольно большим то в помещении может возникнуть эхо поэтому какая-то мебель в нем должна быть мебель желательно иметь не глянцевую с матовым покрытием чтобы уменьшить риск возникновения бликов и уменьшить риск ухудшения качества изображения освещение в помещении должно быть искусственным желательно флуоресцентной лампы если помещение хорошо освещается естественным цветом то опять же надо с ним быть аккуратным потому что может быть и солнечный свет избыточным а может быть недостаточным все-таки лучше естественный свет каким-то образом с помощью жалюзи закрывать и использовать искусственное освещение как и я сейчас находясь в комнате со своими коллегами они параллельно работают не знаю насколько вам слышно но тем не менее помещение где будет проводиться видеоконференц связь не должно быть слишком зашумлено иначе даже хорошее качество принимающих звук устройств и дополнительные алгоритмы обработки голоса вам не помогут и будет зашумленная конференция с плохим качеством передачи голоса ну и конечно же в помещении для vks должен быть хороший высокоскоростной доступ в интернет желательно от 3 мегабит и выше как на прием так и на передачу что касается устройств вывода видео для систем видеоконференции на наш взгляд вполне оптимальным выбором будет жк панель с диагональю 48-55 дюймов для изображения разрешением full hd это оптимальная диагональ если размер экрана будет меньше то возможно будет не все видно во время сеанс видеосвязи если же размер экрана будет больше то сеанс full hd он за счет увеличения диагонали все равно появятся какие-то пиксели появится более крупное зерно и будет не так приятно воспринимать как на экране меньшего размера поэтому диагонали если вы будете использовать большего размера то лучше приобретать 4к телевизоры ну и туда соответственно вы можете выводить изображение сразу нескольких участников высоком качестве это будет выглядеть очень неплохо кроме жк панелей можно использовать проектор желательно чтобы яркость его было не меньше 30 3000 ансилюмен опять же при этом помещение должно быть подготовлено для работы проектора если света будет с избытком естественного то скорее всего не все элементы видеоряда будут вам хорошо видны также можно к системе вкс подключите компьютерный монитор но это честно говоря самый худший вариант из-за того что очень маленький размер экрана и совсем он неудобен для установки в помещении для проведения видеоконференций что касается одежда желательно конечно участникам конференции одевать какие-то вещи однотонные без использования полосок на рубашке или галстуки потому что они могут вызвать рябь зачастую если в это эта одежда будет на общем плане она может казаться однотонной но при передвижении объекта начнет рябить из-за того что все-таки какая-то полоска на одежде имеется вот теперь что касается расположение и подключение системы вкс начнем с того что комплектация вкс от е-link включает себя следующие элементы это камера называется она и сиси 18 далее это видеоконференц телефон называется виси пи 40 третий пункт это кодек виси 400 или виси 120 зависимости от продукта пульт дистанционного управления называется он висер 10 в комплекте имеются мизинчиковые батарейки стандарта 3а адаптер питания 19 вольт 3,4 ампера для подключения кодека и есть руководство по установке так это все размещать все это оборудование размещается и подключается с помощью проводов в комплекте у я линка есть уже все необходимые провода это кабель девиай которым подключается камера в стандарте стандартном комплекте длина кабеля 3 метра под заказ если этого требует ваша помещение для проведения видеоконференций можно укомплектовать систему vks 10 или 20-метровым кабелем также в комплекте идет полутораметровый vga кабель через который подключается компьютер для функции контент-шеринг есть комплекте hdmi кабель я к сожалению на презентации забыл указать его длину но она равняется трем с половиной метрам hdmi кабель используется для подключения кодека непосредственно к устройству вывода изображения проектору или например lcd жк панели в комплекте есть аудиокабель три с половиной миллиметра разъем и несколько кабелей ethernet один кабель ethernet трехметровый он используется для того чтобы подключить аудиоконференс телефон к кодеку и семи с половиной метровый кабель ethernet для того чтобы подключить сам кодек вашу локальную сеть ну и есть стяжки для того чтобы кабели можно было аккуратно соединить и они не были разбросаны по помещению не путались под ногами и того что мы имеем сейчас вы видите на фотографии демокит демокомплект про который вчера говорил леонид который сейчас уже доступен для заказа компании которые хотят заниматься интеграции систем вкс от ялинка комплекты которые поступят в продажу будут не в чемодане а в коробке но наличие элементов и кабелей будет таким же сразу хочу отметить преимущество которое бросается в глаза это то что вот этот вот аудио конференц телефон который идет в комплекте он не только является устройством приема звука и вывода звука но и фактически является сип телефоном с помощью которого если вы не будете делать видеоконференции но он будет стоять на столе с помощью которого вы можете сделать тип вызов и собственно комната это станет комнаты для проведения аудиоконференции у некоторых других вендоров это устройство для именно голосовых конференций покупается отдельно цена порядка 500 долларов и ну соответственно лишнее устройство на столе несколько приборов могут ввести заблуждение ну скажем не очень опытного пользователя который придет поучаствовать конференции описание компонентов основные характеристики кодека это 256 мегабайт внутренней памяти у телефона 128 мегабайт при этом в кодеке 2 мега 2 гигабайта оперативной памяти у телефона 96 мегабайт оперативной памяти указано на слайде габаритные размеры не буду на них останавливаться размеры вполне себе небольшие не что-то такое из ряда вон выходящие рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 50 потребляемая мощность в режиме ожидания около трех ватт при работе 24 ватта собственно вот перед вами сейчас как выглядит кодек этот кодек на данный момент умеет собирать четырехточечную full hd видеоконференцию впоследствии как уже вчера говорил леонид будет с помощью программного обеспечения расширена возможность этого кодека собирать 8 точек конференции качеством hd при этом кроме указанных мною точек дополнительно можно подключить в конференцию один аудиовызов чем этот аудиовызов если кодек работает с айпи от с может быть вызовом из конференц комнаты где будет один участник а также несколько собеседников что очень важно в кодеках и линк используются 3 декодера я чуть позже пример приведу и подробно расскажу декодер эти hd sd и декодер презентации при этом кодек позволяет работать с разными протоколами то есть есть встроенный миксер сип и аж 323 может работать с разными потоками точнее потоками с разной полосой пропускания с разным разрешением и разной частотой кадров далеко не каждый вендор такое может таким может похвастаться физические характеристики кодека далее и вы сейчас видите заднюю сторону кодека с разъемами для подключения всех имеющихся в комплекте устройств значит давайте читать по порядку порт ethernet их можно сказать что два то есть два порта rj-45 но при этом один порт rj-45 используется для подключения в локальную сеть второй порт rj-45 используется для подключения аудиоконференции телефона есть порт вга для подключения компьютера и демонстрации контент-шеринг вход 9 через который подключается камера 2 из дима и выхода есть для подключения двух мониторов и возможности работы как дуал дисплей что еще значит есть аналоговые аудио вход и аудио выход я еще позже об этом расскажу для чего они используются есть юсб разъем сейчас он может использоваться для питания переходника например если ваш проектор который вы хотите подключить не имеет из дима интерфейса а имеет стандартные вга есть переходники с дима и вга они требуют дополнительного питания в данном случае можно вот с этого юсб разъема переходник запитать возможно еще в будущем какие-то сценарии использования придумаются но пока это только подачи дополнительного электропитания ну и собственно вход для подключения адаптера питания теперь перейдем к телефону у телефона один порт rj 45 два порта для подключения дополнительных гарнитур в стандартном комплекте гарнитур нет то есть идет только сам аудио конференц телефон гарнитуры покупаются дополнительно по одному значит сам конференц телефон работает и захватывает звук в диапазоне трех метров он оснащен тремя микрофонами они находятся на ребристых гранях я сейчас попробую показать о чем речь микрофоны находятся на ребрах этого аудио конференц телефона они получаются охватывают 360 градусов помещения в радиусе трех метров если подключить дополнительные микрофоны и динамики то радиус увеличивается наверное метров ну примерно метров до пяти как вы видите есть экран с подсветкой у этого конференц телефона есть кнопки с которыми можно как управлять видеоконференции так и совершить ну как с привычного телефона набор номера для вызова абонента вижу поступил в чат вопрос возможно немножко запозданием но я его прочту михаил бирняков спрашивают а флешку для записи конференции куда михаил очень хороший вопрос к этому мы придем есть еще один юсб вход он находится на лицевой панели и я подробнее расскажу о нем далее порядок подключения когда мы знаем набор кабелей набор компонентов разъемы к сожалению вот у меня я вижу что поплыл текст если у вас тоже поплыл приношу извинения видимо при при конвертировании документа сюда вот эту площадку что-то поплыло но я сейчас голосом все расскажу значит в первую очередь к кодеку подключается камера подключается она через стандартный разъем 9 обращаю ваше внимание что у некоторых вендоров для подключения камеры используются два кабеля один кабель это видеосигнал второй кабель это питание и часто так бывает что кабель с видеосигналом он так проприетарный имеет какие-то нестандартные распиновки если он выходит из строя то это большая проблема его купить ждать пока он придет здесь же используется стандартный 9 второе подключается в разъем дисплей 1 lcd точнее извиняюсь жека панель это же к панель будет основным экраном на котором будет меню с помощью этого меню вы сможете управлять видеоконференцией и управлять раскладками система vks если экран один то его нужно обязательно подключать в разъем hdmi 1 hdmi 2 используется для подключения второго экрана куда будет выводиться либо дополнительные видео участника либо контент третьим подключается с помощью разъема rj45 устройство аудиоконференции тут главное это это устройство не перепутать и не подключить в порт интернет порты подписаны порт для подключения аудиоконференции телефона называется аудиофон соответственно четвертым пунктом надо подключить кодек к локальной сети с помощью того же самого rj45 но подключив его соответственно другой порт и пятым пунктом для демонстрации контента через vga кабель подключается компьютер контент может выводиться любой презентация текст видео со звуком без как пожелаете значит что касается камеры как я и говорил у я линка через один кабель 9 реализовано и питание и видеосигнал при этом я вот говорил ранее про 20 метровый 9 кабель если это нужно опционально он выглядит следующим образом это 2 9 кабеля по 10 метров которые просто середине между собой соединяются ну наращиваться таким образом до 20 метров поэтому вы можете либо сами приобрести более длинный кабель если это необходимо либо если выйдет из строя имеющийся в комплекте кабель то вы опять же можете заменить его стандартно никаких проблем с этим возникнуть не должно теперь что касается аудио выходов и аудио входов для чего они нужны и как используются начнем с аудио входа аудио входа 2 rj45 через который подключается аудиоконференции телефон и у этого разъема есть наивысший приоритет в первую очередь звук кодек ожидает именно через этот интерфейс второй аудио вход это трех с половиной миллиметровый джек над которым нарисован микрофон этот вход используется для демонстрации контента со звуком то есть когда вы через за вга подключаете компьютер и нужно еще будет взять 3 миллиметра джек провод и от компьютера подключить его сюда кодеку вы таким образом можете удаленному участнику отправить контент со звуком что касается аудио выходов аудио выходов здесь три первый это опять же rj45 куда подключается телефон для аудиоконференции он имеет наивысший приоритет далее по приоритету аудио выход реализованы через порт hdmi то есть через подключенный телевизор вы сможете получить звук с удаленной страны и третий порт это опять же три с половиной миллиметра джек на котором нарисована колонка этот порт может быть использован одновременно вместе с hdmi если система в к и стоит в большом помещении где требуется более профессиональный более качественный звук возможно просто более мощный звук и уже через этот разъем выводится на какую-то дополнительную систему аудиооповещения как я говорил в комплекте есть пульт дистанционного управления у этого пульта сверху три контекстно зависимые клавиши нажимая на эти клавиши вы будете видеть изменения на экране монитора который подключен в разъем дисплей один так извиняюсь я немножко промахнулся карандашом сейчас я еще раз нарисую что контекстный клавиш они вот сверху красная желтая и синяя да что ж такое то но я думаю понятно что с карандашом меня не ладится под контекстными клавишами находится навигационные кнопки пятипозиционные вправо-влево вниз вверх и кнопка ok с помощью этих кнопок вы можете управлять камерой для того чтобы удаленному участнику показать оптимальное изображение вас самих при этом возможно здесь немного мелковато но видно что справа джойстика есть кнопки которые позволяют управлять зумом камеры приближать или удалять объекты ниже под навигационными кнопками есть кнопки которые управляют изображением здесь есть кнопка выбора режима отображения то есть это один экран большая развертка либо будет там три участника на одном экране более мелкой развертки либо дополнительно вывести контент вот все что касается изображения это здесь и еще ниже кнопки для набора номера или набора и 5 адреса если вы будете вызывать делать дарик той пикал в общем то мы видели пульты разных вендоров есть мнение от некоторых системных интеграторов что на пульте не хватает кнопок заранее запрограммированных под какие-то действия что некоторых других вендоров кнопок ну сильно больше и но для меня зачастую они похожи на прибор космического корабля здесь кнопок мало минимализм в действии и основная идея всей этой системы вкс елинг в том числе вот пульты про которые рассказываю чтобы пользователь без инструкции без прикладных знаний без опыта мог разобраться системой на интуитивном уровне ну и сейчас я сделаю паузу вижу чат запестрил вопросами давайте я их почитаю михаил опять берняков спрашивает камера управляется по кабелю или пультом камера управляется пультом но камера не беспроводная она подключается кабелем кодеку а дальше пультом с расстояние 10 метров она управляется ну я дальше об этом расскажу там на самой камере есть инфракрасный сенсор соответственно вы когда хотите и управлять то пультом нужно непосредственно в камеру направлять пульс камеру и вы можете ее позиционировать ну отлично далее что касается камеры и ее возможностей да михаил я вижу ваш вопрос по поводу удаленной стороны с удаленной стороны камера также управляется через пульт то есть вы своим пультом находясь в другом городе можете управлять камерой находящейся на другой стороне но соответственно на другой стороне в настройках системы которая там стоит нужно разрешить поставить чек батон разрешить управление но опять же я еще об этом тоже расскажу алексей рай спрашивает писать вкс можно на сервер они на флешку но вкс пока пишет только на флешку на сервер он еще пока писать не умеет хорошо я буду еще посматривать зачатом если вопросы будут я на них остановлюсь пока идем дальше по презентации на все что касается камеры и ее возможностей камера может передавать изображение full hd 30 кадров в секунду не более 30 кадров в секунду для того чтобы не загружать полосу пропускания и вообще насколько мы это понимаем хотя я сразу скажу что мы не профессионалы в отрасли вкс мы идем как бы из телефонии это не из традиционной а из айпи телефонии от компьютеров идем насколько мне известно 60 кадров в секунду используется в основном в медицинских целей в целях где должна быть высокая четкость высокая детализация высокая плавность изображения и прочих других случаях это зачастую излишек при 30 кадрах в секунду получается вполне себе качественное плавное и разборчивое изображение поэтому я линк пока остановился на 30 кадрах в секунду full hd дальше посмотрим возможно что-то будет меняться основной особенностью камеры я линк является оптический зум 18-кратный в некоторых случаях это может показаться довольно большим количеством зумирования но зачастую я примеры приведу такой зум он вполне себе оказывается необходим для того чтобы с хорошей детализации с хорошим качеством показать какие-то мелкие детали может быть мелкие объекты в рамках обсуждения по видеосвязи как вы уже видите обзору камеры по горизонтали плюс-минус 100 градусов по вертикали плюс-минус 30 градусов и камера имеет 10 пресетов то есть предустановленных позиций кнопки с единицы по 0 на пульте могут быть запрограммированы под эти пресеты то есть вы выбираете направление куда будет смотреть камера зумируете определенный объект нажимаете и удерживаете допустим кнопку 2 камера запоминает это положение во время демонстрации вы можете с помощью пресетов показывать удаленном участнику что-то на своей стороне и при этом если разрешить удаленное управление вашей камерой то и ваш собеседник сам может управлять вашими пресетами и вот мы пришли к расположению компонентов идея я link как и наверное многих заключается в том что компоненты должны быть выстроены в линию это стена желательно не наоборот это стена с светом возможно там какое-то освещение или окно если таковое имеется ставится перед ним жк панель далее камера далее аудиоконференц телефон между камерой аудиоконференц телефоном может быть порядка полутора двух метров но опять же надо учитывать что радиус захвата аудиоконференц телефона три метра поэтому надо поставить таким образом чтобы каждого из участников было оптимально слышно саму камеру рекомендуется ставить на уровне примерно полтора метра чтобы от уровня пола чтобы было хорошо видно все помещение где будет проходить видеоконференция из-за углов обзора камеры про который мы сейчас говорили желательно чтобы как я уже сказал полтора два метра было расстояние от самой камеры до ближайших участников ну и такой вот банальный пример почему именно от окна все идет то есть если вы повернете на окно то вы увидите какой-то силуэт человека который с вами общается что касается пресетов камеры давайте повторимся восьмикратный оптический зум и возможность создать создать и сохранить до 10 пресетов это позволит вам во время видеоконференции детально крупным планом представить каждого из его участников либо с помощью пресетов сфокусироваться на мелких объектах которые вы возможно хотите показать возможно удаленное управление как пресетами так и зумом и собственно камерой перейдем к демонстрации использования и сделаем давайте небольшую паузу если есть вопросы пожалуйста напишите их если вопросов нет напишите пожалуйста в чат минус я буду понимать насколько я вас еще не уморил ну отлично тогда потихоньку идем дальше функция транскодирования и встроенные транскодеры у других вендоров зачастую транскодер один к сожалению анимация наша площадка не позволяет показывать поэтому придется рассказывать это изображение читается сверху вниз когда с помощью какого-то мс у другого вендора устанавливается соединение с кодеком с поддержкой разрешение full hd это первая стрелка сверху то мы имеем full hd видеоряд общения двух точек если к этим двум точкам подключается третья в виде какого-то писи клиента и у него разрешение ниже например она 4 сиф то в мсю транскодер он не может обрабатывать одновременно два разных разрешения а будет он работать по разрешению 4 сиф соответственно участник номер один который был сверху качество картинки на его стороне снижается до 4 сиф далее если мы подключаем к этим троим уже участникам еще одного который может отдавать видеоряд только стандарта сиф это еще меньше более меньшее разрешение то опять же транскодер головного мс у он понизит разрешение всех остальных участников до формата сиф и даже если очередным участником данной видеоконференции станет какой-то кодек с поддержкой hd эту ситуацию не спасет потому что будет идти транскодирование по минимальному кодеку сиф что есть у я линк так у я линк есть три встроенных декодера один декодер hd второй sd и третий декодер презентации давайте разберемся по порядку также сверху вниз головной мс у совершает видео вызов на кодек с поддержкой full hd они общаются в full hd качестве далее к этому видеоряду к этой видеоконференции подключается pc клиент с разрешением таким же как и в предыдущем примере 4 сиф значит тут в вступает в работу sd кодек sd decoder соответственно на этом этапе уже работают два декодера один hd который обрабатывает первого участника второй sd для обработки второго участника очередной участник подключающийся по видеотелефону с разрешением сиф он будет уже воздействовать только на sd decoder и разрешение у участника номер два на pc клиенте и участника номер три на видеотелефоне разрешение понизится до сиф но первый участник который был в hd качестве он так и останется в видеоконференции в hd качестве и при этом если мы подключаем очередного нашего участника очередной кодек который поддерживает только hd его уже будет обрабатывать наш первый hd decoder миксер и у головного mcu первое у последнего участников разрешение понизится с full hd до hd ну вот соответственно таким образом каждому участнику будет подано приемлемое качество видеосигнала ну и еще надо здесь сказать что параллельно с этим с тремя декодерами работает и миксер двух протоколов это сип и h3 23 ну и собственно дать подробнее по протоколам поддерживается сип версии 1 и версии 2 и h3 23 поддерживаются указанные указанные номенклатуры ну я думаю что те кто с видеоконференциативами сталкивался понимают о чем здесь идет речь что касается видеокодеков в системе вкс от е-линк поддерживается кодек h264 high profile обновленный кодек о котором я еще подробнее расскажу и всем давно известные видеокодеки h264 и h263 на данный момент нет h264svc который второй строкой идет но он планируется к поддержке при этом для обработки видео есть такая функция как динамическая адаптивная настройка полосы пропускания также подробнее расскажу как она работает прямая коррекция ошибок компенсация потерянных пакетов и автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов тоже подробнее расскажу обо всем не переживайте что касается разрешений которые поддерживают кодек компании я-линк ну прежде всего это full hd 1920 на 1080 hd это разрешение 768 на 448 400 на 240 это 4 сиф про которые мы уже говорили 704 на 576 и обычный сиф минимально поддерживаемое разрешение видео если говорить о полосе пропускания какая требуется для этих видео кодеков то картина будет следующий в одну сторону для передачи видео в формате full hd 30 кадров в секунду системе требуется от 1 мегабита в секунду полоса если мы говорим об hd то есть 720p 30 кадров в секунду то полоса потребуется 640 до 1 мегабита в секунду если видеоряд будет передан с 4 сиф то от 256 килобит до 640 килобит потребуется полоса повторюсь это я говорю про одну сторону то есть ну отправка и давайте посчитаем в целом канал при максимально возможной нагруженности на видео full hd потребуется 1 мегабит на передачу голоса 64 килобита и если мы будем передавать контент то примерно тоже 1 мегабит это в одну сторону то есть вот чуть больше 2 мегабит в секунду вам нужна полоса для передачи от себя указанных указанных медиа данных теперь поговорим о кодеке на графике из 64 хай профайл который я озвучен озвучил этому кодеку требуется гораздо более меньшая полоса пропускания чем его старшим собратьям 263 и 264 и полоса требуется меньше примерно в два раза на графике мы видим что кодек 263 он самый верхний такой бледно-фиолетовый поле насыщенный фиолетовый кодек в середине 264 и зеленый зеленым цветом отмечена работа кодека занимаемая полоса 264 хай профайл о чем здесь речь здесь вы видите разрешение сиф по нижней шкале по горизонтали 4 сиф 720p и 1080p соответственно шкала по вертикали это полоса пропускания но давайте возьмем для примера 720p для того чтобы отдать видео 720p по кодеку 264 хай профайл нужно 512 кбит в секунду полоса если это будет 264 кодек обычный то это уже мегабит а если вы будете такое видео отдавать в кодеке 263 то там ближе к 3-4 мегабит вам потребуется полоса что есть из аудио кодеков на данный момент 3 аудио кодека это low compression с низкой степенью сжатия используют 96 кбит в секунду полосу этот кодек есть поддержка широкополосного кодека G722 с полосой пропускания от 48 кбит и выше и есть поддержка кодека G711 G711 с полосой 64 кбит в секунду на данный момент мы уже получили несколько запросов на такие кодеки как на использование таких кодеков как G7221 G7221C это кодеки которые требуют очень низкую полосу пропускания от 7 кбит ну и до 20 кбит наверное эти кодеки добавятся компании E-Link на данный момент этот вопрос находится в стадии обсуждения но почему именно к этому перечню кодеков пришел E-Link в конце концов дело в том что когда вы строите систему VKS уже закладывается хорошая полоса пропускания и логично было то что зачем использовать низко низкопропускные кодеки с большой степенью компрессии если так нужно все равно какую-то широкую полосу задействовать кодека G7221C к сожалению пока нет ну я был бы признателен если бы вы привели пример как бы для чего он там нужен то есть у вас получается ну что система как-то построена на этом кодеке в чем в чем именно преимущество его для VKS вот это к обсуждению то есть с кодеками все решается можно еще какие-то изменения будет внести что касается обработки звука то здесь на борту этой системы VKS есть механизмы автоматического подавления эхо обнаружение активности голоса генератор комфортного шума значит система восстановления потерянных пакетов адаптивный буфер система автоматической генерации шумового фона и собственно вот при всем при этом довольно трудно эту систему заставить отдать эхо то есть каким-то образом даже в больших помещениях добиться вот появления эхо так вижу в чате пришел мне ответ что в телефонах Ялинк поддержка есть уважаемый Василий у Ялинка есть поддержка G729 да вы правы но кроме этого вы в Ялинках можете выбрать целый ряд кодеков которыми телефон может оперировать ему ничего не стоит если все-таки потребуется позвонить на VKS использовать другой кодек и вы ничего не потеряете ничего не выиграете просто касаемо телефонов тут понятно удаленный абонент может быть может работать со станцией с очень плохой полосой пропускания где нужно в плохой канал интернета суметь положить голос чтобы была какая-то связь здесь же размещая вот VKS либо в головном офисе либо в каком-то региональном отделении о плохом качестве интернета речи идти не может потому что если вы голос не передадите о каком видео может идти речь поэтому вот не совсем понятно зачем как бы тратить ресурс на кодирование голоса возможно я ошибаюсь это все опять же повторюсь к обсуждению есть оператор поддерживает другие кодеки был случай что провайдер сливал все варианты кроме как 729 ну опять же отвечу Василий дело в том что когда вы ставите систему VKS то никакого оператора вы использовать не будете эта система будет жить внутри вашей телекоммуникационной сети либо по H323 с каким-то вашим сервером либо с вашей IP-ATS которая работает по SIP и поэтому тут она будет напрямую скорее всего подключена учитывая использование кодека H264 High Profile в Китае наш вендор провел тестирование и получил успешный опыт работы данной системы VKS в мобильных сетях благодаря технологии Fast Bandwidth Detection и благодаря поддержке RTCP и автоматической подстройке ширины канала подстройки разрешения частоты кадров во время проведения юношеских олимпийских игр китайские мобильные отделения полиции использовали у себя оконечные устройства VC-120 это картинка справа а в головном офисе использовался MCU VC-400 для сбора каких-то координационных данных как утверждает вендор эта работа была протестирована в сетях 3G и 4G я скажу от лица нас как дистрибьюторов в России и странах таможенного союза мы в наших сетях 3G и 4G еще это не тестировали проверять обязательно будем он позже я так думаю что ориентировочно до конца апреля в Москве в первую очередь в регионах ну наверное чуть подольше но тем не менее протестируем самим очень любопытно значит при работе с мобильными сетями при динамическом изменении этого потока как вы видите на изображении снизу сеть очень непостоянно нестабильно и по вертикальной шкале вы видите задержку ping по горизонтальной шкале ну просто время соответственно есть и задержки есть и пропадание пакетов поэтому алгоритмы анализа сети и алгоритм постройки они очень важны и хорошо что в елинке они есть за счет этого достигается следующее продолжает работать без появления мозаики и без прерывания видеоряд при достижении уровня 8 процентов потери видео пакетов у других вендоров этот показатель он сильно ниже там до 5 процентов если мы говорим о звуке то опять же оборудование link может компенсировать звук на уровне потерь ниже 20 процентов поэтому механизм фиг forward error correction он вот как раз потерю этих пакетов позволяет нивелировать и на правом изображении вот вы видите пример при 8 процентах потерянных пакетов возможно она будет там меньше разрешения но она будет гладкая без эффекта мозаики также в вкс компания link есть система приоритетов передачи медиа данных слева направо наивысший приоритет имеет голос второй по очередности приоритет у контента и 3 у видео данных если сетью что-то случится то самое главное чтобы вы друг друга слышали потому что вы как бы общаетесь самое главное это голос далее это контент все таки информация на которую вы ссылаетесь но ваше видео изображение оно наименее важно и link отдает ему наименьший приоритет что касается демонстрации установки и работы с сетью на этом слайде мы сейчас с вами задержимся я постараюсь все подробно рассказать но опять же анимации нет к сожалению поэтому давайте рассмотрим картинку слева там где представлен другой вендор в левом углу за кирпичной стеной за фейерволом находится филиал в правом верхнем углу находится головной офис часто так бывает что для демонстрации работы оборудование вендора или для установки в филиале нужно туда чтобы приехал сотрудник желательно технически подкованный поставил кодек и дальше начал работать с межсетевым экраном настраивая над и пробрасывая порты если этого сделано не будет то мы получим следующее первая синяя стрелка установив терминал ВКС системы в филиале вы сможете сделать звонок либо по СИБ либо по H323 в сторону головного офиса и он скорее всего дойдет вы сможете послать туда РТП то есть свой голос и видео и в головном офисе его наверное получат но вот в обратную сторону из головного офиса к вам филиал не сможет пройти не видео не голос не презентация не элементы управления системой потому что нужно пробрасывать порты открывать определенные ну знаю знаю какие открывать определенные порты вот что касается ялинка здесь реализован реализована технология ялинк назвали они ее intelligent firewall traversal и работает это следующим образом задача точно такая же это я сейчас говорю о правой картинке там где надпись ялинк есть головной офис и есть филиал или потенциальный заказчик куда вы выезжаете на демонстрацию оборудования вы достаете оборудование из коробки подключаете все компоненты проводами включаетесь в локальную сеть заказчика и далее как в первом так во втором случае в головном офисе должен быть вот этот вот м силу кодек на публичном айпи адресе чтобы до него можно было дозвониться то есть если такового не будет то в обоих случаях разговаривать дальше не о чем но значит идея какая филиале или у заказчика вы это все систему вкс подключаете и делаете звонок в головной офис когда в головной офис проходит сигнализация по сип и h3 23 с того момента в филиале на оборудовании ялинк начинает работать вот эта технология intelligent firewall traversal то есть фактически ялинк знает порты по которым он должен общаться с главным офисом в оборудовании они уже строго регламентированы и из филиала уже кодек начинает в сторону фаервола отправлять общинсы на эти порты чтобы порты держать открытыми то есть он отправил этот кодек из филиала сигнализацию и видео видео доходят до главного офиса там вас видят и слышат и в ответ могут вам послать как видео так и голос так и презентацию потому что уже как бы эти порты в филиале кодек держат открытыми это если мы говорим о сип если говорим об h3 23 то у оборудования ялинк есть поддержка h4 60 это что-то аналогичное стан в сипе для того чтобы необходимые порты определить так я на секунду отвлекусь опять же почитаю чат ну вот руслан седосеев пишет у нас не единожды были кейсы когда над реализован термоядерными средствами и когда ничегошеньки через него не работало если не делать проброс руслан вы совершенно правы над может быть настроен совершенно адским способом но я вам предлагаю как поступить если такой над встретиться мы бы с удовольствием развернули там свою систему посмотрели как у нас это будет работать у нас пока лично есть опыт поездки к десятка потенциальным заказчиком мы сами у себя впервые в начале года ставили вкс в нашей сети тоже за на там и наш над прошибся совершенно спокойно то есть для того чтобы мы смогли с вендором начать тестировать систему вкс у нас вендор разместил кодек на публичном айпи адресе мы же находились за на там и у нас над закрыт довольно строго то есть он у нас выстроен на микротике где там каждый чих администратором контролируется наш над как бы преодолелся без проблем но это все индивидуально согласен как бы надо надо проверять но идея в том что в отличие от других вендоров оборудование и линк заложены порты которые заведомо известны как головном офису так и филиалу которые должны кодеком держаться открытыми для обоюдного прохождения сигнала так василий егоров как порты узнает наш над все-таки через плагин play ну то есть над тут вообще василий не при делах для этой схемы проворос не нужен сергей золотарев спрашивает что насчет поддержки IPv6 сергей пока IPv6 не поддерживается но планируется это можно будет сделать на уровне выхода нового ПО соответственно элементная база аппаратная начинка меняться уже не будет то что вышло в релиз оно так и будет на рынке продаваться но на эту уже элементную базу вендор нам заявил что возможно будет реализация IPv6 но прошивкой чуть позже так Михаил Перников спрашивает АПИ для взаимодействия с контроллерами конференц-залов типа АМХ Крестрон и ТП Михаил пока АПИ нет к сожалению этого нет но мысль хорошая Идем далее ну согласен да мысль хорошая надо будет над этим работать согласен вендор декларирует поддержку стройного клиента OpenVPN ну честно говоря вчера очень много об этом обсуждалось я давайте повторю что на территории таможенного союза оборудование с криптографией и некоторой степенью защиты может быть везено но для этого нужно получить декларацию заявив все собственно методы шифрования криптографии и это в общем то не проблема проблема заключается в том что в дальнейшем продавая это оборудование дилер должен повторно получить такую же декларацию вторая сторона медали заключается в том что в отличие от СИП телефонов и IP АТС система ВКС она будет жить в подавляющем большинстве случаев внутри вашей локальной сети и наверное поставив ВКС где-то в филиале вы не будете VPN поднимать только для кодека ВКС ну наверное VPN уже будет на уровне взаимодействия сетей на наш взгляд и в России на территории таможенного союза поставки оборудования будут без поддержки встроенного клиента OpenVPN вот по двум озвученным выше причинам перейдем к управлению аудиоконференц телефон имеет кнопки управление имеет циферные кнопки набора и в общем то практически все элементы находящиеся на аудиоконференц телефоне дублируются с кнопками на пульте поэтому как вам удобно если вы недалеко сидите от аудиоконференц телефона вы можете управлять видеоконференцией как с помощью аудиотелефона так и с помощью пульта система реализована таким образом что практически все действие делается в одно там тире если это что-то типа управления камерой настройка на предустановленный пресет ну 1-3 нажатия система была наиболее понятна для пользователя мы добрались до записи и скриншотов был вопрос уже в чате на передней лицевой панели кодека есть USB разъем USB 2.0 в этот разъем вы можете подключить USB диск это может быть флешка или жесткий диск объем нами пока границы не выявлены но 512 гигабайт у нас пошли нормально работать вот единственное ограничение что этот жесткий диск или флешка должны иметь файловую систему FAT32 на других файловых системах запись будет невозможна создание скриншотов также для того чтобы запись начать в любой момент вашего видео конференц сообщения вам надо нажать на аудиоконференц телефоне или на пульте кнопку решетка для того чтобы сделать скриншот кнопку звездочка запись сохраняется в формате скриншоты в формате jpeg качество на данный момент будет если вы ведете конференцию то здесь будет немного меньше и еще одно ограничение то что максимальный размер записываемого видео файла будет 1 гигабайт но запись потоковая если что-то не влезает в ваш гигабайт то создается второй файл и без прерыва с того же места где закончилась первая запись начинается вторая по нашим тестам одного гигабайта хватает примерно на 4 часа записи перейдем к вопросам безопасности что есть на борту у системы вкс от е-линк это поддержка стпс для защищенного работая с гуи поддержка 235 и аэс шифрования поддержка тлс и с ртп но здесь все точно так же как и в телефонах и я видел вопрос в чате от руслана как с ртп так и openvpn будут на программных обеспечениях которые будут в россии но вы сможете скачать с сайта вендора и обновить получив и сртп и openvpn вот это уже как бы ваше дело ваша сеть по нашему мнению они в этих системах не очень то и нужны поддерживается механизм ллдп мед поддерживается работа с вилан поддерживается коз стандарт 802.1 для защиты от несанкционированного доступа в сеть ну и поддерживается openvpn клиент так василий горов еще вижу задал вопрос что именно записывается в файл запись с камеры со всех участников с презентации как выбрать или записывать как с квадрата значит василий пока запись доступна только с дисплей 1 то есть все что будет на дисплей 1 все попадет в запись у ялинка на дисплей 1 вы можете вывести либо полное во весь экран изображение вашего собеседника либо раскладку из всех участников видеоконференции либо вы можете вывести туда контент в большой области экрана и рядом в маленькой области будет изображение собеседника вот собственно все раскладки которые вы можете получить на записи пока два экрана к сожалению не пишется функции телефона значит один сип аккаунт возможен на этой системе количество звонков может быть ограничено только вашей системой в принципе мы не проверяли большое количество но три звонка у нас получалось сделать есть функция автоответ mute пока нет функции удержание и трансфер но они будут реализованы есть режим ожидания дн д регулировка громкости поддерживается локальная книга на тысячу записей поддерживается работа с книгой по олдап с книга из актив директоре и пока нет но ожидается загрузка удаленной xml книги этот телефонный аппарат хранит историю вызовов все пропущенные и принятые соответственно все вызовы он 300 хранит из них 100 пропущенных 100 принятых и 100 набранных и так же как вся линейка оборудования в этом телефоне реализован интеллектуальный поиск когда вы начинаете набор номера телефон по всем подключенным ему книгам пытается найти совпадение вам предложить чтобы ускорить процесс набора может работать этот телефон с колер айди и голосовой почтой так снова вижу вопросы в чате василий вы совершенно правильно поняли то что будет на первом экране то же самое попадет в запись со всеми вашими изменениями и по api пока к сожалению никакого api нет то есть не для аутлука как это сделано в я линках не для удаления для управления с удаленных каких-то устройств пока этого нет пример работы на слайде представлена схема когда VKS от компании Ялинк встраивается в существующую коммуникационную среду на основе IP-ATS в данном случае как пример привел E-Star ну как минимум потому что E-Star поддерживает видеокодеки 263 и 264 здесь конечно может быть и другая IP-ATS но важно чтобы была поддержка видеокодеков иначе весь этот пример он не жизнедеятельен также в сети есть IP-видеотелефоны ну тут взял в пример Ялинк VP530 который с теми же кодеками может взаимодействовать и значит в головном офисе в верхней части экрана видно что стоит MCU VC-400 от компании Ялинк что позволяет эта система сделать как уже говорил вчера на маркетинговой части участником видеоконференции может быть в левом нижнем углу кодек VC-120 то есть это оконечная точка установленная в филиале может он быть этот кодек подключен по Full HD качеству к видеосеансу вторым участником видеоконференции может быть сотрудник который находится где-то в дороге или в командировке у которого есть мобильный СИП-клиент с поддержкой видео и четвертым участником видеоконференции может стать IP-камера с поддержкой протокола СИП тут я хочу оговориться что я не об обычной IP-камере говорю потому что с ней никак не получится в этой схеме взаимодействовать а нужна именно поддержка СИП благодаря вот этому промышленному международливому протоколу все эти разные устройства могут друг с другом взаимодействовать и передавать видео и звук ну и дополнительным участником конференции может стать какое-то мобильное устройство подключенное к сеансу связи через линии АТС что нам это дает ах к сожалению я забыл про анимацию дает нам это следующее во время сеанса видеосвязи между головным офисом и филиалом филиал всегда может отчитаться о своей работе и прямо во время видеоконференции сделать звонок на СИП-камеру набрав ее номер в системе короткий номер такой же как и у всех участников у всех скажем так номеров IP АТС и показать изображение с камерой что вот смотрите у меня все показания приборов в норме вот строительство идет по плану сотрудники на своих местах заняты делом нет разгильдяйства и использование вот система ВКС совместно с камерами с поддержкой СИП в частности открывает новые горизонты на наш взгляд для того чтобы более продуктивно работать на этом у меня все спасибо за внимание надеюсь сильно не утомил если есть вопросы пишите я еще жду постараюсь ответить вопрос от Василия Егорова с какими СИП-клиентами на iPad тестировали если тестировали тестировали мы с СИП-программой Polycom и тестировали мы с Bria но с Bria будьте внимательны Bria стоит денег и когда Вы ее покупаете видеокодека в ней нет покупка видеокодека это еще одна небольшая но плата но вот с этими двумя софтфонами на iOS система работает на Android дополнительно могу сказать то что тестировали также с Polycom вот Bria на Android не ставили но мне кажется не должно быть проблем Михаил Берников спрашивает ИК приемник пульта находится ли он на камере да Михаил совершенно верно ИК приемник находится на камере радиус действия 10 метров Михаил я понял что вы писали могу вы писали могу ли я кодек убрать в стойку или вообще в аппаратную ну можете просто имейте ввиду что от кодека до камеры максимум 20 метров вы протянете кабель и что еще и трех с половиной метровый кабель от кодека пойдет до аудиоконференции телефона ну на самом деле мы честно говоря не пробовали семи с половиной метровым подключить кабелем но наверное тоже будет работать ну то есть вот вам надо учесть два кабеля к камере и к аудиоконференции телефона но я думаю что проблем быть не должно но я думаю что проблем быть не должно который я говорил к камере это обычный что там девять ну то есть ничего необычного нет обычно сколько там по интернету хоть сто метров тяните ну наверное наверное чуть поменьше но должно работать в конце еще бы хотел я добавить следующее у нас есть на публичных айпи адресах кодек в китае и кодек в нашем офисе в компании айпи матика если у вас развернута какая-то вкс система и есть желание провести тест не знаю к нам позвонить мы к вам позвоним на совместимость ради бога вот я указал контакты мы будем вам только признательны с удовольствием поучаствуем во всех экспериментах до новых встреч скоро будут еще вебинары нашей компании по другим продуктам будем вам рады приходите